Дефицит почти в 3 миллиарда рублей инвестиций в строительство и большое внимание в сфере образования. Управление финансов внесло на рассмотрение собраний депутатов бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Прежде чем главный финансовый документ детально рассмотрят законодателей, его обсудили на общественных слушаниях. Свои предложения внесли городской округ и общественные деятели. Оптимизация – то слово, которое слышится в четвертом квартале чаще остальных. Оно подразумевает целесообразное использование региональных финансов. В приоритете окружных властей высокое качество жизни, инвестиционная привлекательность региона и прозрачность бюджета. Для решения указанных целей с 2015 года органы государственной власти Нинецкого автономного округа взяли на себя все полномочия субъект Российской Федерации, исполняемые ранее органами государственной власти Архангельской области, а также наиболее финансово-юмкие полномочия органов местного самоправления муниципальных образований округа. Управление финансов при составлении бюджета учитывало эти особенности, и вот какие основные параметры представило на общественные слушания. Доходы в казну планируются на уровне 15,5 миллиардов рублей, расходы – порядка 18,5. Соответственно, дефицит составит около 3 миллиардов рублей – это почти 20% окружного бюджета. Погашать его планируется за счет остатков средств нынешнего года, возврата кредитов и получения займов. Структура доходов традиционно слагается из налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных дотаций. Налоговые доходы составляют более 60% всех поступлений. Налог на имущество организации пополнит окружную казну почти на 5,5 миллиардов. Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Хорягинское месторождение» дадут еще 4,5 миллиарда. И такая же сумма поступит от налогов на прибыль организаций и физических лиц. На структуру расходов главным образом повлияли новые полномочия окружных органов власти. С 1 января 2015 года в ведение округа переходят все муниципальные учреждения в области образования, культуры, физкультуры и спорта. По сравнению с прошлым годом изменились и приоритеты. Если в 2014 году основная доля окружного бюджета направлялась на расходы в области социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики и здравоохранения, начиная с 2015 года, наибольший удельный вес составит расходы на образование, национальную политику, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Изменяется и принцип формирования бюджета. Он будет программным, то есть средства будут выделяться под конкретные мероприятия. В проекте закона учтены ассигнования на реализацию 23 государственных программ. У слушателей возникло несколько вопросов по поводу расходов. Мэр города Татьяна Федорова опасается, что школу в период передачи полномочий не смогут осуществлять торги. Главный финансист округа и губернатор разуверили ее в таких предположениях. Общественный деятель Николай Канев высказал свое видение социального бюджета. В частности, он предложил большую поддержку ветеранов войны. Первое. Отмена налога на одно транспортное средство, находящееся в собственности каждого ветерана боевых действий в 2015 году. Второе. Предоставление на бесплатной основе каждому ветерану боевых действий земельного участка по строительству индивидуального жилого дома. Все предложения будут рассмотрены депутатами и губернатором на рабочих группах. Первое чтение по проекту состоится 7 ноября.